Доброго времени суток, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на Чифтельне. Всепризнанный им бой, который до сих пор кошмарит рандом. И этот танк получили очень немногие. Поэтому те, кто получил, они, конечно, сейчас очень сильно рады. Начнем с первой новости. Заключается она в том, что стали известны многочисленные облики экипажа, которые вы можете получить в танковых гонках. Напомню вам, что облики экипажа ни на что не влияют. То есть ни на какие характеристики танка. Это просто внешне изменяется экипаж и все, больше ничего не делается. Но на самом деле тут весьма забавно, потому что один из членов экипажа, то есть облик, вернее, называется, ну имя у него, у этого члена экипажа Микарда, Милос, что, в принципе, как бы чистая отсылка к Рикарду Милосу, одному из таких вот персонажей бразильских, который стал мемом. Но это реальный, в общем-то, человек. И это реально, в общем-то, похоже, ВГ отсылается к нему. То есть такая небольшая задорная шутейщика. Ну и на самом деле, если так присмотреться к некоторым именам, то они, собственно, из разных там фильмов, ну герои разных фильмов и так далее. То есть, в принципе, очень много разных отсылок, пасхалок и так далее. Что, конечно, очень даже круто. И, ну, больше желания получить экипаж этот, вернее, облики. Ну, это довольно неплохо. И, ко всем прочему, можно будет трех реальных членов экипажа получить. Собственно, вот этих трех гонщиков, у которых будет первый перк уже прокачан, боевое братство. Это будет нулевой, вернее, перк. И будет еще достаточно опыта для того, чтобы изучить еще два перка. Если постараться, можно получить всех трех членов экипажа. Можно купить их за голду. При этом, чем лучше и чаще вы играли в этот режим, тем, соответственно, проще получить будет. То есть, цена будет снижаться, будет добавляться скидка. Можно вообще бесплатно получить. Также, как всегда, разыгрывается голда в этом видео. Достаточно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк и в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте или игровой ник. Также нужно досмотреть видео до конца. Спонсор видео WhatGold. Тут можно получить разнообразные премтанки и много золота. Выгодная реферальная программа вас ждет на этом сайте. И также сборка премтанков по чертежам и ежедневные розыгрыши. И давайте же приступим к основным новостям. Итак, многие также спрашивали насчет того, какие будут подарки, если вот я вступлю в правильную команду в танковых гонках и смогу выиграть. Напомню вам, что регистрация пока что еще открыта. Возможно, уже большинство людей вступили в какую-то из команд. Но, возможно, кто-то еще думает. Так вот, за первое место дают просто больше стилей. Три стиля, а также больше опыта. То есть, три уникальных стиля команд, 10 задач на x5 опыта за победу в бою за первое место. За второе место два уникальных стиля, 7 боевых задач на x5 опыта за победу в бою. И за третье место уникальный стиль команды и три боевых задач на x5 опыта за победу в бою. Таким образом, в принципе, ну не так сильно награды отличаются, но, конечно, три стиля это лучше, чем там один или два, плюс еще десять аж боев можно, то есть последнее место это самое такое печальное. Ну и также еще стоит отметить, что есть некоторые нюансы в правилах. Во-первых, нельзя сбить гуслю, то есть вчера я это не упомянул, это довольно интересно, потому что раньше, по-моему, можно было в прошлом режиме танковых гонок сбить гуслю, видимо, это сделали для того, чтобы не снижать, ну вот эту вот гоночную скорость, чтобы не было каких-либо остановок, чтобы все было динамично. Бои проходят 3 на 3, танкисты могут создать взводы или присоединиться к случайным игрокам, а также две гоночные полосы, по которым будут ехать танки, паразитные друг к другу и отделены непробиваемым заграждением. Однако в некоторых местах вы сможете вести огонь по оппонентам. Эти участки трассы помечены красным цветом. То есть не всегда можно будет наносить урон по противникам. Да, можно уничтожить тут вражеский танк, то есть у вас есть своя команда, есть команда противника. В принципе, все сводится к тому, чтобы или захватить базу, при этом чем больше танков на захвате, тем быстрее, собственно, захват идет. Но также, если стрелять по противнику, который берет базу, захват сбивается. Еще очень важный момент, в конце гонки будет пидстоп, ну то есть финишная линия, и там будет возможность пополнить хп. Но это можно будет сделать только три раза. То есть три танка сможет проехать и пополнить свои хп. За первое место дает 250 хп, за второе 150 очков прочности, и за третье 100 очков прочности. Это очень важно, потому что хп, естественно, заканчивается, и в конце может сложиться такая ситуация, что те, кто первый успел, они пополняют свои хп. В итоге они уже могут доминировать, и за счет своего хп у них больше шансов на выигрыш. Танки обеих команд могут пытаться захватить базу одновременно. Чем больше союзных танков на базе, тем быстрее идет захват. То есть обе команды могут захватывать базу. То есть тут может такая ситуация сложиться, что обе команды там по друг другу стреляют, но не сразу, видимо, захват сбивается, а по чуть-чуть. Но все-таки одна команда впервые приехала и успевает захватить за счет количества танков и за счет того, что вовремя приехали. Для режима будут доступны особые боевые задачи ежедневные и еженедельные. Выполняя их, вы будете зарабатывать билеты в фестиваль и получать уникальные компоненты для личного жетона. Как только стартует событие, вы сможете поучаствовать в пяти заездах. После пятого начнется 40-минутный перерыв. По его окончанию вам станут доступны пять новых заездов. Этот цикл может повторяться бесконечно. Никаких ограничений на количество гоночных заездов в день нет. То есть, в принципе, имеет смысл взять поиграть все пять боев, которые вам доступны подряд как можно быстрее. И, собственно, потом подождать там 40 минут, покушать, в рандомчики поиграть. И потом опять играть в танковые гонки. Опять пять боев будет вам доступны. И каждые пять боев, короче, будет накладываться блокировка на 40 минут. В принципе, если вы играете там с двух аккаунтов, там с двух, ну, как бы два аккаунта фармите призы с танковых гонок. Кстати, не забудьте в таком случае и на втором аккаунте вступить в какую-либо команду. И, в общем, в таком случае вы будете как бы не простаивать вот эти 40 минут. Но это такой небольшой лайфхак вам. И также еще что стоит отметить, будет система прогресса. В событии будет учитываться ваш прогресс по нескольким аспектам. В зависимости от того, примкнули ли вы к одной из команд, во главе каждой из трех команд стоит свой капитан. И вы можете присоединиться к любой из них, чтобы заработать дополнительные награды за те же достижения. Вступайте в команду, получите бонусы и обратите внимание, сменить команду у вас не получится. Поэтому серьезно отнеситесь к выбору. Какую команду выбрать, многие спрашивают. Лично я считаю, что зеленая команда, вероятнее всего, выиграет. Потому что, ну, по текущей информации, ну, многие киберспортсмены, многие скилловые игроки, стримеры и также популярные личности вступили в зеленую команду. И сейчас, в принципе, очень и очень вероятно, что именно зеленая команда по итогу и выиграет, и получит больше всего призов. Но это не точно, так скажем, но все-таки вероятно, очень даже вероятно. Командные этапы становятся доступны, как только вы присоединились к одной из команд, а персональные этапы доступны по умолчанию. Также, как только вы наберете 1400 очков и завершите прогрессию, активируется боевая задача, которая раз в сутки позволит зарабатывать вам 50 золота за 100 очков. Ну, и в целом, конечно, неплохо очень даже. То есть, можно получать дополнительные плюшки, играя просто в фан-режим. Ну, и еще одно дело в том, что разработчики вдруг, ну, как не вдруг, а очень активно они тестируют двухорудийные танки. Если обычно они какие-то новые танки тестируют очень медленно и постепенно какие-то вводят изменения, то тут видно, что разработчики чрезвычайно быстро меняют концепции, меняют, в общем-то, свои планы, что говорит нам о том, что разработчики спешат ввести двухорудийные танки в игру, возможно, до конца этого года. Может быть, для того, чтобы провести какой-либо марафон, ну, многие скажут, что ты бред-то несешь, какой марафон. Ну, про колесников тоже, как бы, говорили, что ты бред-то несешь, какие колесники у нас в игре. Тем не менее, был и марафон на колесников, и колесники уже давно колесят в игре, и уже давно, ну, как бы, не то, что идут разговоры, а уже давно запланированы планы по вводу советских колесных танков. И тем более, первоочередная цель сейчас у разработчиков вести еще и британские колесные танки, так что, блин, быть серьезно, верите в то, что разработчики там говорят, что они там просто тестируют, ну да, 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 они также говорили, как только СТ с двумя орудиями появился, что это тоже тесты, ну а сейчас уже второй танк запилили. Кто в это верит, я просто, ну не знаю, сколько у вас там лапши на ушах от Wargaming и как вы внимательно слушаете все, что они вам там говорят. Ну так вот, ввели вторую версию этого двухорудийного танка, у него перезарядка 8,5 секунд, но при этом альфа 300, то есть идет два варианта, один вариант с орудием 390 урона, другой вариант с орудием 300 урона, но это 300 урона с каждого орудия, то есть если с двух орудий попасть залпом, то будет 600. Но 390 урона выглядит как-то поинтереснее, конечно, согласитесь. Ну и на этом все, друзья, спасибо огромное, что досмотрели видео до конца, желаю вам всего наилучшего, до скорых встреч, пока!